Уважаемые участники заседания Совета Безопасности, сегодня будет рассмотрен ряд вопросов, направленных на обеспечение национальной безопасности нашей страны. Напряженная обстановка в мире и непосредственно в наших границах, санкционное давление не дает нам возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Страны НАТО настойчиво предвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах, да и другие действия. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими, но это мы сегодня уточним. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое требование. Даже не просьбы, предложения, а требования. К тому же в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружением. А вот это уже опасный шаг. И мы всегда должны руководству Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было. И в принципе, как мы должны на это все реагировать. Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же, хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя надо отдать должное. Наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют. При всем при этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, а не от Господа Бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Наши никакой нормализации им не надо. В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учение ОДКБ «Боевое братство-2023», которое начнется уже завтра в Брестском регионе. В этом контексте рассмотрим ряд направлений, связанных с вопросами обеспечения национальной безопасности. Важнейшие вопросы, которые нам надо сегодня рассмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!